Казаки В 1992 году, 27 сентября, было зарегистрировано первое казачье общество, которое после времен Советского Союза, когда казачество подвергалось гонению, открылось. И в результате этого мы выбрали эту дату как некий новый символ возрождения нового казачества в современной России. За эти годы казаки приумножились и количественно, и качественно. Сейчас они по-настоящему владеют шашкой, умеют ездить верхом, участвуют в общественной жизни. Они надежные партнеры государственной власти и общественных организаций. Спорт, культура, духовность – все это сочетают в себе современные казаки. Погода немножко подвела, но тем не менее настроение у всех прекрасное. И очень радует, что наше правительство нашей области уделяет внимание патриотическому воспитанию. Прежде всего это возрождение, конечно, казачества. Несмотря на ливень, зрители на празднике присутствовали. Те, кто не поленился выйти из дома и прийти на мероприятие, были очень довольны. Артисты тоже. Сегодня всех нас объединил этот замечательный праздник – День казачества. Когда мы получили приглашение «Мы», это то есть народный коллектив, ансамбль песни «Раздолье», мы посчитали это великой честью побыть на таком замечательном мероприятии. Погода помешала конникам показать свое искусство, однако традиции праздника заложены. Молебен в изложении цветов к памятникам павшим в боях за родину, казачьи состязания и угощения ливень не испортил. День казачества в Ульяновске в этом году празднуется впервые. Тем не менее казаки смогли развеселить народ веселыми песнями, порадовать казачьей удалью и работе с шашкой, а еще накормили всех вкусной казачьей кашей. Знаменательно, что на следующий день усилиями краеведов и казаков была открыта мемориальная табличка герою Первой мировой войны генералу Капелю. Казаки еще раз доказали, что их современные функции неразвлекательно разговорные. Они люди дела. История началась с издания книги о генерале Капеле. Так получилось, что мне казалось, что во время вот этих событий, которые прошли после гражданской войны, его имя было оболгано, облито грязью. То есть он не соответствовал тому имиджу, который ему создали советские историки. Мы занимались в течение года. Естественно, установление таких памятных досок и вообще памятников – это очень сложный, кропотливый труд, который требует многочисленного согласования, работы с документами, подтверждающими документами, архивами. Что вся эта работа была проведена, сделана. И слава Богу, у нас это все получилось. Памятная табличка находится на доме номер 19 по улице Тухачевского. Именно здесь некогда квартировала военная часть, которой командовал Капель. Возрождение русских традиций, возвращение неизвестных пластов истории, патриотическое воспитание – все это сегодня задачи, которые решают симбирские казаки. Спортсмены, артисты, общество – все с интересом участвуют в мероприятиях, которые они организовывают. Обороты, которые в настоящее время набирает казачье движение, впечатляют. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.